Вы на Freedom, первый украинский государственный канал зарубежного русскоязычного вещания. Продолжается вахта команда 1 плюс 1 медиа в студии Владимир Рабчун. К нашему эфиру уже присоединяется Андрей Веселовский, чрезвычайный полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований. Андрей Иванович, рад приветствовать. Добрый вечер, приятно вас видеть. Это взаимно. Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, по вашим собственным наблюдениям, насколько широка коалиция тех стран, западных государств имеется в виду, которые всецело поддерживают, ну, например, разрушение того же Керченского моста или другие действия, военные действия, ну, естественно, с политическими решениями в отношении временно оккупированного украинского полуострова Крым, в частности, находящихся там российских оккупантов. Знаете, очень многое изменилось в этом вопросе. Помнится в первые дни начала полномасштабной агрессии, когда Украина говорила, что мы устоим, отобьем и будем возвращать наши земли включительно с Крымом. В те дни на Западе слышались ахи и вздохи при таких словах. Как? Не может быть. Это же священная для Путина корова. Не посягайте ни в коем случае. И это продолжалось где-то, ну, скажем так, полгода. Это непонимание того, что не бывает хороших у Украины оккупированных частей и плохих оккупированных, нужных и ненужных. Окупированная территория Украины вся украинская, она вся нужная, и поэтому мы всю ее будем освобождать. Но постепенно это, так сказать, отрезвление в этом вопросе случилось. И в частности, после первых ударов, очень успешных по Крымскому мосту, и того факта, что после этого, собственно, ничем Российская Федерация ответить-то и не смогла. Ну, более того, полтора года тому назад сломали существенно одну часть Крымского моста, и она до сих пор не восстановлена. И поэтому сейчас мнение, скажем, у наших партнеров, и когда я говорю о наших партнерах, мы не ограничиваемся Евроатлантикой. Мы говорим сейчас от Запада до Востока, от Севера до Юга. На саммит мира приезжает представитель Индонезии. Вот вам и ответ на вопрос. И, кстати, Бразилия тоже изменила свою точку зрения. Хоть и довольно низкого уровня представитель, но будет на нашем саммите мира. То есть это же, вот это произошло и с Крымом. Есть общее принятое понимание того, что это территория Украины, что ее нужно освобождать, и не обязательно в последнюю очередь. Сегодня консенсус уже такой сформировался относительно тех красных линий, которые постоянно рисует Российская Федерация. Ведь одной из красных линий, одной из первых красных линий, которые рисовала Российская Федерация, был как раз Украинский полуостров, временно оккупированный. Именно поэтому, вероятно, это и вызывало такие смешанные эмоции у наших западных партнеров. Было столько красных линий, а все оказались фиолетовыми и быстро исчезли под солнцем и под ударами украинских средств. Вот Нептуном несколько дней назад разгромили паромную переправу, которая связывала российскую Таманию, украинский Крым, Керченский полуостров. Ну и что? И хорошо, и все в порядке. Небо не упало на землю, красная линия нигде не проявилась. Когда мы говорим о консенсусе, для многих это очень далеко и непонятно. Я имею в виду для зарубежной общественности. А почему, собственно говоря, Крым священный, а, скажем так, Мариуполь не священный? Где та священная за месяц появилась и откуда? То есть это сказка, это миф, который был создан Кремлем, и который до войны, до начала полномасштабного вторжения в 1922 году, многие воспринимали как правду в мире. Почему? Потому что все боялись этой ужасной Российской Федерации. Вот она сейчас как? И от Украины ничего не останется. Оказалось, что нет. А раз это нет, а раз это не вторая армия мира и не вторая армия Европы, то, очевидно, и все другое может подвергаться сомнению. И, очевидно, и этот миф о сакральности Крымского полуострова, о его нерушимом единстве с Московской областью и всеми прочими делами, все это исчезло. А раз исчезло, значит, на удары по вооруженным силам и по вооружению, и по противовоздушной обороне, которая в значительной мере расположена в Крыму, и по тем аэродромам, которые в Крыму, из которых летят самолеты бомбить Украину, все это воспринимается как часть рутинной военной деятельности, как отражение агрессии. И, соответственно, одним снарядом разбили вражескую установку. Отлично. Одним атакамсом уничтожили целую базу и склад. Прекрасно. А где она расположена? В Токмаке? Или в Джункое? Или, извините, под Белгородом? Это уже вопрос другой. Андрей Иванович, вы замечательную тему затронули, среди прочего. Так что же это означает? Как вы считаете? В скором времени мы можем увидеть расширение радиуса применения западного оружия по военным объектам на российской территории? Мы должны это увидеть обязательно. Потому что много раз употреблялась эта фраза, что Украина не может сражаться с огромным противником, со связанной рукой за спиной. Одной рукой этого противника не победить. Голиаф, кстати, который был убит Давидом, у Давида прощал одной руке, но другая рука не связана. На скульптуре, во всяком случае. Так, наверное, было и в действительности. Вот Украине развязывают сейчас эту вторую руку. Мне кажется, что развязывание половинчистое. Нет. Это просто этапность, необходимая для того, чтобы понять, а правильно ли мы нацеливаемся, а умело ли мы действуем. А Хаймарс не настолько точное оружие, как Атакмс. Если Хаймарсом мы поражаем не дом престарелых в деревне Кукуева, там, скажем, в Белгородской области, а поражаем именно С-300, С-400, который находится в 200 метрах от этого дома престарелых, значит, хорошо, значит, умеем. Значит, можно пойти на большее. Значит, можно говорить о том или ином более дальнобойном и более смертельном оружии. Мне кажется, что точка зрения военных в этом смысле, ну, по некоторым, скажем так, по некоторым заявлениям в открытой печати, видно, что точка зрения военных и в Соединенных Штатах, и вообще в странах НАТО, сложилась полностью. Украинцы умеют, знают и не позволяют себе того, чего нельзя позволить. Они не будут бить по гипермаркету, где находятся посетители в разгар рабочего дня. И как это активно делают российские оккупанты. И раз так, вот, соответственно, да, то есть и по типографиям. То есть раз так, значит, соответственно, им можно позволять большее, им можно доверять самое серьезное оружие. Я думаю, к этому мы идем. А внутри больших международных организаций как изменилось отношение к тем, кто сегодня ставит палки в колеса Украине? Или ставит палки в колеса тем, кто хочет предоставлять экономическую либо военную помощь Украине? Крупные международные организации в последнее время явно ослабели как таковые и не выглядят организациями, а скорее местами, куда съезжаются время от времени, чтобы или поболтать, или разругаться. Из тех, которые сейчас функционируют серьезно, осталось только, наверное, Североатлантический альянс и Европейский Союз. Ну, в Европейском Союзе есть вредители, как можно так сказать, и шантажисты, и саботажники. Ну, их, правда, немного. И будем надеяться, что в результате тех выборов, которые сейчас происходят во всех европейских странах, в Европарламент, и формирование нового европейского правительства, то есть Еврокомиссии, таких вредителей, во всяком случае, вредительских тенденций будет меньше. Будет строже оценка шантажистов и будет четче понимание того, на какой стороне истории надо находиться. Остальные же международные организации, ну, вот возьмем ту же организацию объемных наций, ЖАЛЬ, но она фактически парализована. Возьмем ту же ОБСЕ, Организацию безопасности и сотрудничества в Европе, она тоже фактически парализована, потому что и там, и там ответственное право на вето фактически имеет Российская Федерация. Ну, время от времени ей подпевает Китай. Но, так сказать, инициатором блокады, блокирования процессов, которые ведут к миру и к безопасности занимается именно Российская Федерация. Поэтому возлагать особые какие-то надежды сейчас на роль международных организаций не следует в том смысле, что они вот помогут Украине, восстановят мир и так далее. Но это не значит, что их не надо использовать. Использовать их в качестве площадки, где встречаются все. И где удобнее, не объезжая каждую страну отдельно, а разговаривая там на месте, на одном месте, объяснять, что происходит в центре Европы. И почему это происходит. И как это лечить. Хорошо. В этом смысле опять-таки возвращаемся к саммиту мира. Это тот вариант, что ООН не сработает, ОБСЕ не сработает. Что может сработать. Что может быть на универсальном местном для встречи. Вот этот саммит мира. Потому что мир – это то, в чем заинтересованы все, кроме Российской Федерации. Если акцентировать внимание на конкретно Европейском Союзе, появились ли там новые рычаги влияния на таких себе внутренних политических диверсантов? Или, возможно, появилась политическая инициатива применения уже имеющихся рычагов влияния? Я сейчас о бельгийской инициативе, которая касается Венгрии, и в частности, лишения Венгрии права голоса в ЕС. Эта тема не новая. Она обсуждалась еще пару лет тому назад. Потом притихла, потому что в Будапеште немножко испугались. Потом, где-то полгода тому назад, опять она оживилась, потому что в Будапеште размахались руками и стали публично обзывать президента Европейской комиссии Усулу фонда Ляйен и других руководителей Европейского Союза, обвинять их в преступной деятельности, в расколе европейской идентичности и так далее. То, что бельгийский министр иностранных дел предложила опять подумать о том, как можно задействовать статью 7 Европейской Конституции, грубо говоря, для того, чтобы, может ограничить право голоса Венгрии, это, в общем-то, правильный голос. Единственное, что статья 7, как и все статьи в Европейской Конституции не действует через 15 минут. Там процесс. Процедура длительная, она заняла бы много месяцев для того, чтобы Венгрия утратила право голоса. Скорее, в данном случае, это просто, скажем, напоминание Венгрии о том, что это может случиться. Подействует ли это на Венгрию? Все зависит от того, какие будут результаты выборов в Европейский парламент. Премьер-министр Венгрии Орбан, ну и те, кто ему сочувствует или его поддерживает, рассчитывают на то, что в Европейский парламент попадет много, скажем так, радикальных правых. Мы не будем говорить крайних правых. Крайних правых есть хуже, чем Орбан. Мы об этом не должны забывать. Андрей Иванович, если позволите, поставим здесь троеточие, обязательно вернемся к обсуждению этих и других немаловажных тем. Сейчас просто нужно передавать слово нашим коллегам. Я благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо за аналитику. Андрей Веселовский, чрезвычайно полномочный посол, советник, директор Национального института стратегических исследований к нашему эфиру присоединился. Благодарю. До свидания.